Участвует ли Россия в работе Минской группы? Азербайджан ворует газ у Армении? Результаты Ньюхенской конференции по безопасности? Удвоение поставок газа из Ирана? Россия готовит переворот в Молдове, а Рубен Вартанян освобожден от должности госминистра Арцаха. Эти и другие произошедшие за последние дни события мы с вами обсудим в сегодняшнем воскресном выпуске. Напоминаю, что канал существует благодаря вашим донатам в Патреоне, так что подписывайтесь по ссылкам в описании к этому видео, если хотите, чтобы мы и дальше могли делать свою работу и выпускать для вас видео, которые вовлекают в армянский контекст. А мы приступаем. Вот если кто и подорвал усилия по армяно-азербайджанскому регулированию, то это сами западные страны в главе США. Формат Минской группы был отправлен на свалку истории после того, как американские и французские сопредседатели под надуманным предлогом прекратили в феврале 2022 года взаимодействие с российской коллегой. Вот факт. Причем внятых объяснений таких действий от них так и не последовало. Захарова отправила на свалку истории в формат Минской группы. Бавромян-26 сделал хорошую подборку того, что происходило относительно заявлений по Минской группе со стороны огромного числа международных институтов, стран, организаций и так далее. В том числе ООН, Европарламенты, США, Франции. Конечно, в связи с тем, что сейчас Россия творит в Украине, не все страны хотят вести с ней переговоры на какие-то другие темы. Но это не отменяет существование Минской группы. Россия по-прежнему считает, что если ее отменяют по всему миру, это значит, что Армения должна пойти следом. Может быть, планы по союзному государству еще в силе? Я не знаю. Ну, конечно, стоит быть на стрёме, как минимум. Однозначно, ничего хорошего в ближайшее время от России не жду по Армении, да и по всем остальным ее делам тоже. Уже то, что творится сегодня в Арцахе, говорит о том, что нужно искать других, более серьезных партнеров. А вот заявление относительно Минской группы остального цивилизованного мира. Мы обеспокоены сообщениями о напряженности внутри и вокруг Нагорного Карабаха. Мы приветствуем усилия по деэскалации в трехстороннем формате и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это заявление ООН. Минская группа ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Это Европарламент. Можете рассчитывать на решительную мобилизацию Франции как на двухсторонней основе, так и в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это Макрон. США как сопредседатель Минской группы призывает Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех вопросов. Это посольство США в Ереване. США готовы поддержать усилия Армении и Азербайджана в этом направлении, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Это тоже посольство США в Армении. США по-прежнему привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в рамках Минской группы ОБСЕ. Это Госдеп США. Франция подтверждает свою полную приверженность как на двусторонней основе, так и в качестве сопредседателя Минской группы, содействию миру и стабильности в регионе Южного Кавказа. Это МИД Франции. А вот что говорят по этому поводу наши союзники Лавров и наши враги Алиев. То, что сказал Арад Санделович, процитировав азербайджанцев, которые заявили о том, что тройка сопредседателей прекратила свое существование, я не слышал этого заявления Азербайджана. Но то, что это заявили французы и американцы, для меня это факт. Это сказал Лавров. Минская группа ОБСЕ не должна заниматься Нагорно-Карабахским конфликтом, потому что он решен. Это уже Алиевские слова, которые в принципе близки к тому, что считает Лавров. Выводы, как говорится, делайте сами, а мы идем дальше. Азербайджан крадет газ из газопровода Армения-Арцах. 8 марта 2022 года азербайджанская сторона взорвала манистральный газопровод из Армении в Арцах и через некоторое время отремонтировала его, не допустив сотрудников компании Арцахгаз к участию в ремонтных работах. После возобновления работы газопровода стало ясно, что на нем установлен вентиль. Произведено постороннее подключение и осуществляется хищение газа, отметил начальник Степанакерского участка компании Арцахгаз Самвел Саакян в беседе с Арцахпресс. Ну что ты скажешь, мы имеем дело с мелкими жуликами, у которых большие амбиции. Запомните, мы мокрые бандиты. Так и запишите, мокрые бандиты. Заткнись, Марр. Конечно, какое-то время это может работать, воздействовать на кого-то, но в конечном итоге сыграет только во вред Азербайджану. Во-первых, армянское общество проснется из спячки, начнет учиться и развиваться, потому что нефть 21 века это же не сырье, которое есть у Азербайджана, а это знание. Это штука, которая в Азербайджане не приветствуется, потому что за знание там можно сесть в тюрьму или тебя вообще пристрелят. Поэтому такие идиоты, как Алиев, будут сидеть в Азербайджане, отправлять солдат гибнуть, чтобы они с его женой могли просто спокойно кайфовать и жить в Азербайджане. Ничего, время нефти ушло, а время айти пришло. И даже если мы сейчас немного тормозим, я уже вижу трансформацию, которая изменит экономическое соотношение двух стран. Когда этот вопрос будет решен, будет также решен вопрос безопасности, потому что Армения фактически уже начала путь диверсификации и работы с разными центрами силы. Это такой первый звоночек для Алиева. Скоро ему уже не удастся отвлекать своих подданных войной, потому что ему станет страшно, что будет после его провокации. С исторической перспективы это произойдет очень скоро, так что нам, армянам, остается только работать и реализовывать это в жизнь. Алиев, его конец видим уже сейчас, если честно. Это приблизительно то, что было уготовано Каддафи. Его разорвет его же проснувшийся народ, которого он сам научил ненавидеть и убивать. Как только этот народ поймет, кто его истинный враг, Алиеву, конечно же, конец. Не сомневаюсь в судьбе Ильхама, когда вижу, как в очередной раз он разбивает, убивает, бьет дубинками людей, которые с ним не согласны. А всем остальным, нервно дрожа в коленях, отключает трансляцию Мюхенской конференции, чтобы, не дай бог, не услышали про демократию. Но об этом еще поговорим сегодня. Конец Алиева видим, в общем. Хотя ему сейчас может так совершенно и не казаться. 21 числа я провел вебинар, где рассказал о своих планах в сфере онлайн-образования и о том, как вы можете в этом поучаствовать, зарабатывать и развиваться в этой отрасли. Честно говоря, я не ожидал, что такое количество людей сейчас интересуется этим направлением. Оказывается, огромное количество людей уже осознали происходящую в мире трансформацию и хотят зарабатывать в ней, создавая продукты, которые помогают людям. Кто-то хочет это сделать своим основным источником дохода и основной работой. Кто-то хочет продолжать делать то, что он уже делает, только в диджитале. А кто-то хочет параллельно делать еще и образовательный проект, как для пользы, которую он может принести, так и для заработка. Как многие из вас знают, сейчас я отбираю первые 20 человек, с кем мы будем делать запуски в режиме реального времени и выходить на результат. Я решил отбирать самых разных людей, которые будут максимально разнообразно показывать всему обществу, что все в этом мире реально. Мужчин, женщин, взрослых, молодых, из самых разных сфер, от инженеров мобильных приложений до киношников, от парня, который занимается молочным бизнесом, до преподавателя по вокалу. Чем разнообразнее будет подборка, тем интереснее получится результат. Цель моя непростая, я озвучил ее на вебинаре и у нас на момент этого скриншота 301 заявка в боте. Мы не успеваем их все обрабатывать, я параллельно назначаю встречи с десятками людей, чтобы понять, можем ли мы делать что-то вместе. Если вы еще не смотрели вебинар, ссылка будет внизу. Дальше могут пройти только те, кто смотрел вебинар и понял, о чем там идет речь. Мы объявим результаты отбора уже через несколько дней, но из-за большого числа заявок мы немного отодвинули сроки, чтобы лучше выбрать, с кем хотим двигаться вперед. Так что, если вы еще не смотрели вебинар и не попали ко мне на личную консультацию, подозреваю, что у вас еще сколько-то времени осталось, пока вы посмотрите это видео. В дальнейшем я буду более подробно рассказывать о том, что из себя представляет этот проект и как он влияет на образовательную индустрию в Армении и как он будет влиять на образовательную индустрию в мире в целом. А мы идем дальше. Ну что, наверное, самое главное событие последней недели, как вам могло показаться, это была Мехнинская конференция. Пашинян встретился с кучей людей, какие-то заявления звучали. По делу, если можно сказать, что Алиев себя там утопил и на его бред уже особо никто не ведется в Европе, просто терпят его как какую-то необходимость, пока не удастся от него избавиться. Не то, чтобы они были в восторге от нашей политики, но, по крайней мере, им интересно, чтобы Армения здесь сохранилась независимой стороной. И они отправляют миссию наблюдателей, организовывают встречи в разных форматах, от закрытых дверей до открытых, для того, чтобы произошла какая-то деэскалация этого конфликта. Пашинян также встретился с Урсулой фон дер Ляйен, которую мы очень часто вспоминаем, потому что она любительница Алиева. Теперь у него с ней тоже есть своя фотография. А кроме того, Урсула, любительница диктаторов-султанатов, напомнила, что ЕС отправит миссию из ста наблюдателей в Армению, что супер круто, по-моему, потому что Алиев явно не может угомониться и как-то перепутал все границы. Параллельно с этим Сурен Папикян, кстати, поехал на дубайскую конференцию по безопасности. Ну, скорее всего, не для того, чтобы покупать Искандеры без навигации. Мы ожидаем от армянского правительства более решительных действий по закупке вооружений и поиску новых партнеров. Выходите и говорите перед национальным собранием, перед всем обществом, что нам не продают, что с нами не хотят работать. Лично для меня это звучит как неловкое какое-то и нелепое оправдание. Государство должно уметь договариваться о своем выживании. И Сурену Папикяну, и Николу Пашиняну, и всей его команде, и их команде должно быть известно, какая на них лежит ответственность, и что время оправданий ушло. Если не будет действий, результаты, мне кажется, вполне очевидны. Кроме того, состоялась встреча Пашиняна, Блинкина и Алиева, где также обсуждались все те же вопросы. Туму на Западе уже поняли, что Алиев собирается играть у них за спиной в игры с Путиным, поэтому потихоньку дают ему понять, что амбиции его не по возможностям, и нужно успокоиться. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, но еще больше хотелось бы, чтобы в ближайший год-два ничего не происходило в конфликте, чтобы как-то восстановить баланс сил и уже угомонить окончательно Алиева. Говорить что-то про высказывание усатого фюрера на панельной дискуссии смысла нет. Тут пропитанный азербайджанскими фейками Алиев сначала обвиняет нас в том, что мы имеем что-то против мусульман, хотя это полнейший бред. Потом что-то несет про Рубена Вартаняна и коррупцию, хотя он сам является номер один коррупционером и вором, и вообще главным другом Путина на данный момент. А когда Пашинян говорит о демократии, сразу два азербайджанских канала выключают трансляцию, и это, конечно, очень смешно. Все заявления Алиева, его риторика, поведение, оно сводилось к тому, что ему не интересен никакой мир, что мы, видите ли, капитулировали перед ним, и теперь они там с Россией на пару будут решать, что с Арменией делать и что с ней произойдет. Не дождешься, псевдофюрер. Поскольку Алиев не всегда блистал умом, а победа в войне, которую ему преподнесли на блюдечке России и Турции, сделали его совсем уже безумным, объясняю на пальцах, почему его поведение нам сейчас, в принципе, даже в некоторой степени выгодно. Во-первых, происходит геополитический разворот, это уже факт, Россия уходит из региона, и пока она полностью не продала наши интересы, нам необходимо вовлекать сюда другие центры силы. Алиев может нести чушь сколько хочет, но это будет приводить лишь к усилению присутствия западных стран в регионе, что полностью противоречит, конечно же, его планам с Путиным. Вовлечение миротворцев должно быть первым шагом. Необходимо начать разрабатывать военно-политическое сотрудничество. Для этого нужно подготовить базу и уже в какой-то день объявить о выходе из ОДКБ. Думаю, этот день тем или иным образом наступит в 2023 году. До этого, если Россия никак не планирует свою политику по отношению к Армении менять, будет ухудшение отношений между двумя странами, которое вновь нормализуется после кризиса. Судьба Арцаха сейчас зависит только от армян. И если армяне хотят сохранить Арцах, там должны жить люди после блокады. Вот и все. Это единственное решение. В любом случае, фашизм Алиева уже пропитался не только в обществе, но у него самого уже в голове. И поэтому он себя позорит в Европе. Будем наблюдать за событием и дальше, а самое главное — готовиться. Террорист всегда останется террористом, поэтому необходимо быть хорошо вооруженными и продолжать борьбу. Как передает телеграм-канал Economy of Armenia, Иран удвоит поставки газа в Армению до 2 миллионов кубометров в сутки. Ежегодно из Ирана в Армению импортируется 365 миллионов кубометров газа в рамках соглашения газ в обмен на электроэнергию. Между двумя странами есть договоренность об увеличении этих объемов. Об этом заявил зампредседателя Комиссии Национального собрания Республики Армения по вопросам региональной европейской интеграции Вагаршак Акопя. В свою очередь замминистра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Акоп Вартанян коснулся возможностей использования полной мощности газопровода Иран-Армении. По его словам, пропускная способность газопровода достигает 2,3 миллиарда кубометров в год. Но Армения максимум использовала до 500 миллионов кубометров газа. Ранее сообщалось, что Иран собирается удвоить поставки природного газа в Армению в рамках расширенной сделки по обмену газом на электроэнергию, которая будет действовать до марта 2031 года. По новому соглашению поставки газа из Ирана в Армению удвоится до 2 миллионов кубометров в сутки или 730 миллионов кубометров в год. Отметим, что в 2022 году российский Газпром поставил в Армению 2,6 миллиарда кубометров газа. То есть, в принципе, если использовать этот газопровод на полную мощность, практически полностью можно заменить газ из России. В целом, это суперпозитивная новость. В любом случае, мы знаем, что ценами на газ нас пугают в первую очередь, когда говорят о зависимости от России. То, что Иран действует не особо, оглядывая сейчас на Россию, становится очевидным. Потому что Иран понимает, что в вопросе коридора, который Россия, Турция и Азербайджан выбивают у Армении, есть очень четкая красная линия. Фактически, это угроза национальной безопасности Ирана. Естественно, Иран будет заинтересован в том, чтобы Армения развивалась и никакого коридора не допустила. Думаю, в сотрудничестве с Ираном еще можно многого добиться. Интересные события происходят в Молдове. И вы такие, в Молдове, а что там, какое-то к нам имеет отношение? На самом деле, самое прямое. 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку. 13 февраля президент Молдовы Александр заявил, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, и что у них ничего не получится. 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть диверсанты. Премьер-министр Молдовы Рейчан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову. Однако, органы страны готовы к этому. Ранее президент Владимир Зеленский в интервью у Клорио де ла Сера заявил, что Украина всегда готова помочь Молдове, если Россия решит открыть второй фронт в Приднестровье. По словам Зеленского, Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, а поскольку между Россией и Молдовой нет общей границы, Кремль может перекидывать своих военных из Приднестровья в аэропорт в Кишиневе. В итоге слушайте дальше. Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ. Так сказал министр иностранных дел Нику Папеску в интервью на канале Journal TV. Начинаем ренонсацию Молдовой соглашений в рамках СНГ. «Наши государственные учреждения проанализировали необходимость многих соглашений, подписанных в СНГ, и в эти дни начинаем процедуры выхода из нескольких десятков соглашений. Мы дополним и опубликуем этот список. Только по линии МВД донансируем около 20 соглашений», — заявил Папеску. Нику Папеску утверждает, что выход из этих соглашений связан с тем, что они не актуальны или не работают, или их не применяют, или они работают против интересов Молдовы даже. Молдова присоединится к Европейскому Союзу, и у нее абсолютно другие цели внешней политики. Участие в других объединениях будет подчинено цели европейской интеграции. Очевидно, что выход из СНГ или расторжение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, продолжится. Это все очень интересная новость, и мне действительно очень интересно наблюдать за тем, как страны осознают, что нужно держаться от России подальше, поскольку это такая большая империя, которая хочет всех захватить и так далее. Вряд ли, конечно, власти в Кремле смотрят на все это и что-то там осознают, и делают выводы по своей внешней политике. Я думаю, скорее всего, это не так. Но те, кто придут на их смену, а это тоже точно произойдет, да, они будут уже делать совершенно другие выводы по поводу внешней политики, и в этом мире ничто не вечно, даже Кремль. А Молдова — это пример еще одной страны, которая уже определилась и своим будущим, и быть колонией России она явно не хочет. Следующая новость. Рубен Вартанян освобожден от должности государственного министра Арцаха. Генеральный прокурор Арцаха Гурген Нарсисян назначен новым госминистром Арцаха. Касаясь разговоров о назначении Рубена Вартаняна госминистра Арцаха при российском посредничестве, журналист Татур Акупян в беседе с Азат Утсун отметил, позднюю осенью, когда Владимир Путин находился в Армении, Никол Пашинян обратился к президенту России, отметив, что Азербайджан не желает вести переговоры с Арменией из-за назначения Рубена Вартаняна. Путин ответил, что Россия не имеет никакого отношения к назначению Вартаняна, после чего обратился к трем высокопоставленным лицам, Шойгу, Лаврову и еще какому-то одному челу, и все они заявили, что Рубен Вартанян не их человек, но они были проинформированы о его назначении. Эту информацию я уточнял у трех разных источников, говорит Татур Акупян. Я сам глубоко убежден, что Рубен Вартанян направился в Арцах по желанию Араика Арусуняна, однако в дальнейшем между ними возникли противоречия. Есть также мнение, что Рубен Вартанян отправился в Арцах, чтобы оттуда победоносно вернуться в Армению и попытаться взять власть. Завершает Татур Акупян. В принципе, разговоры о назначении Рубена Вартаняна госминистром Арцаха и его роли вообще в армянской политике не угасают, а у меня, как у человека, немного общавшегося с Рубеном, знакомые очень часто спрашивают, ну что, Рубена Кремль отправил? Моё мнение может быть субъективным, потому что мы с Рубеном знакомы, но я считаю, что он во что-то может искренне верить, и это что-то может не совпадать с тем, во что верю я. Сегодня я считаю, нам необходимо держаться как можно дальше от России, я это уже много раз говорил. Как мне кажется, Рубен Вартанян не разделяет мою точку зрения и имеет на это какие-то свои аргументы. Как мне кажется, все уже понятно по вопросу того, куда Россия движется, что с ней будет происходить дальше, насколько это опасно вообще продолжать с ней заигрывать. Может быть, кому-то комфортно в Москве, но мне лично нет. Я хочу, чтобы мы сами здесь как-то определяли, как нам жить, что нам делать и так далее. И поэтому причина номер один, почему мы должны обрести независимость от России, это демократия, которую мы потеряем, если будем продолжать считать Россию союзником. Да, это может странно для кого-то звучать, типа, насколько вообще важна демократия в этом циничном мире. Но на самом деле с демократией начинается ответственность общества, а значит, нужно взять на себя ответственность за страну, и все, что будет с нами происходить, будет под нашим контролем, а не под чьим-то другим. Именно этой ответственности не хватало армянскому обществу до сих пор. Не нужно будет смотреть на личности, кто там спаситель, кто там предатель, как говорится. То, что я знаю почти точно, если мы будем заигрывать с Россией, мы однозначно вернемся к авторитаризму и к лептократии. Но чтобы обрести независимость от России, также необходимо, чтобы люди, участвующие в процессах, никак с Россией связаны не были. Конечно, Рубен отказался от паспорта российского, но каково его видение роли России в Армении? Вот что мне действительно важно. А не то, что считает ли Путин, что он имеет отношение к назначению Рубена госминистром или нет. Это вообще не важно, что Путин говорит. Он врет, как дышит, да, почти всегда. Имеет ли Путин влияние на Рубена с идеологической точки зрения? Вот главный вопрос в сухом остатке. В любом случае, политическое поле в Армении стоит развивать до тех пор, пока конкуренция не расставит все на свои места. Будем следить за происходящими событиями и дальше. На этом все. Остальные все обсуждения в комментариях. По мере того, как будет хватать времени, буду на них отвечать. Напоминаю, что поддержать вы нас можете с помощью Патреона и Бусти, ссылки на которые будут в описании. Постарайтесь на следующей неделе сделать что-то полезное для своего развития. Это и есть то, что в конечном итоге будет развивать нашу страну и вытащит ее из этого болота, в котором мы оказались. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok